Привет! Давайте сходу сделаю сильное заявление. СС – это ЧВК Вагнер, который смог. Именно эта мысль пришла мне в голову, когда я начал читать про историю этого, скажем так, подразделения. Звучит странно? Ну, на первый взгляд, да. СС, пожалуй, один из символов Второй мировой войны. Фанатики в черной форме с двойными молниями на воротниках, которые оставляют за собой горы трупов. Символ жестокости Третьего рейха. И сравнивать их с частной армией, какого-то бандюгана, странно. Но не спешите с выводами. Вот, например, первый факт. СС на протяжении всего существования не была встроена в систему государственного управления Германии. Она начиналась и долгие годы оставалась личной армией Гитлера. Даже присягу бойцы давали не рейху, а лично фюреру. И вот это, по сути, частная армия умудряется контролировать половину страны. От ракетных разработок Вернера фон Брауна до концлагерей. А еще СС запустила свои щупальца в полицию, социальное обеспечение, в колонизацию новых территорий. Ну, то есть буквально это была огромная структура, которая подчиняла себе кучу разных сфер жизни, а сама не подчинялась никому. Ну, кроме одного человека. Сегодня я предлагаю понять, как небольшая группа охранников Гитлера превратилась в гигантского монстра и благодаря какой жесте она вошла в историю. Итак, с чего все, собственно, началось? С того, что одному усатому лидеру нацистской партии Германии потребовалась охрана. Причин для этого было множество. В 1920-е в Германии было, прямо скажем, неспокойно. Почти у каждой политической силы был свой боевой отряд, а политические споры нередко превращались в массовые драки с кровищей и убийствами. Причем доставалось не только рядовым участникам, но и членам правительства. Главу Министерства иностранных дел Вальтера Ротенау в 1922 году застрелили прямо в Берлине. В общем, Гитлер за свою жизнь боялся не зря. Охрана у него была с самого начала. Эту задачу выполняли штурмовые отряды. Так называлось боевое крыло нацистской партии. По-немецки это звучало как штумоптайлун. Надеюсь, я правильно произнес. В любом случае, все их в сокращенном виде называли просто СА. Так вот, создателем СА был капитан германской армии Эрнст Турьом. И сделал он это как раз для защиты будущего фюрера. Но думаю, вы и без меня заметили, что СА звучит не слишком похоже на СС. А все потому, что это были две совершенно разные структуры. Короче, Эрнст Турьом начал политическую карьеру еще до того, как Гитлер вступил в НСДАП. Он служил в армейском отделе пропаганды. Том самым, который направил Гитлера на заседание никому неизвестной нацистской партии. Да, если вдруг кто не знал, Гитлер не сам принял решение стать членом этой организации. Изначально он был кем-то вроде полицейского информатора. Что это означает для нашего рассказа? А то, что сперва будущий фюрер был кем-то вроде подчиненного Рема. И тот относился к нему соответственно, как к талантливому оратору и организатору. Как к ценному ресурсу, который нужно защитить. Но не как к великому вождю и учителю, каким себя видел сам Гитлер. Адольф Алоизыч опасался, что в любой момент Рем может приказать свернуть ему шею. Поэтому захотел себе собственных штурмовиков с блэкджеком и арийскими рунами. Так возник ударный отряд Адольф Гитлер. Изначально там было всего два человека. Потом отряд вырос до нескольких десятков. Он сопровождал и охранял фюрера на всех митингах. Чтобы отличаться от СА, которые носили коричневую форму, у телохранителей Гитлера униформа стала черного цвета. В 1925 году это подразделение переименовали в звено прикрытия. По-английски Штуцштафы. Или сокращенно СС. Критерий отбора туда был один. Преданность Гитлеру. Присяга молодого ССовца звучала так. Я клянусь тебе, Уадольф Гитлер, в верности и бесстрашии. Я клянусь тебе и тем, кто стоит надо мной. Кого бы ты не назначил, послушание вплоть до смерти. Давайте еще раз повторю. СС задумывалась и существовала как личная гвардия Гитлера. Преданная даже не партии, а лично ему. Еще один важный момент. В то время, как большинство членов нацистской партии были волонтерами, которые работали бесплатно, у ССовцев была зарплата. Друзья, сегодня вместо обычной интеграции я хочу прорекламировать наш Патреон и Бусти. Дело в том, что мы тщательно подходим к выбору рекламодателей и поэтому не можем рекламировать все подряд даже за хорошие деньги. Ну и создавать ролики на голом энтузиазме тоже тяжело. Так что если вам нравятся наши видео и у вас есть возможность поддержать нашу работу, то становитесь спонсорами канала на Патреоне, Бусти и прямо здесь на Ютьюбе. Так вы не только поможете нам финансово, но и попадете в дружное закрытое комьюнити в Телеграме. Иногда я даже устраиваю онлайн-посиделки в Дискорде и в целом люблю пообщаться. И еще один бонус. Имена и ники всех спонсоров от определенной суммы я упоминаю в конце каждого видео. Такой вот своеобразный способ оставить свой вслед в истории. Ну и конечно, даже минимальная подписка это возможность смотреть все ролики раньше и без рекламы. Все ссылки есть в описании, надеюсь многих из вас увидеть в нашем чате. А теперь давайте я продолжу рассказ. Едем дальше. Символом СС стала знаменитая мертвая голова, в смысле череп с костями. Ты замечал, что на наших фуражках вообще-то изображены маленькие черепа. После такого, по идее, должен возникнуть справедливый вопрос. Ну и что, злодеи? Но вообще этот символ имеет, представьте себе, христианское происхождение. Это означает презрение к смерти. В Первую мировую череп с костями использовали десятки элитных военных отрядов из самых разных стран. Был такой даже в Российской империи. Корниловский полк. В Германии после войны как-то получилось, что мертвую голову в основном стали использовать националисты в противостояниях с коммунистами. Так что в целом нет ничего удивительного, что этот символ в итоге взяли себе эсэсовцы. В главе эсэс сначала стоял Юлиус Шрек, про которого особо нечего сказать, кроме того, что он Шрек. А в 1929 году эту должность занял Генрих Гиммлер. Он руководил эсэс прямо до самого конца Третьего Рейха, поэтому про него нужно рассказать отдельно. На момент вступления в должность Гиммлеру не было и 30-ти. Что это означало в контексте того времени? А то, что в отличие от всей верхушки нацистской партии, он не был ветераном войны. По образованию он был агроном. Гиммлера никто не считал харизматичным лидером. Обычно его описывали словом «нормальный». Такой типичный бюргер в очках. Так почему Гитлер назначил молодого и не воевавшего агронома на должность главы личной охраны? Потому что у Гиммлера имелись другие полезные качества. Он был методичным организатором. Его аккуратность в делах граничила с помешательством. Возможно, у него была легкая форма ОКР, но это не точно. Кроме того, у него было редкое для нациста качество. Он мог выслушать оппонента и признать свою неправоту. А еще, и это самое главное, у Гиммлера долгое время не было никаких политических амбиций. Он реально верил в фюрера, как в идеального вождя германского народа. Скорее всего, это и стало решающим фактором. Гитлер любил беспрекословно преданных фанатиков. Но не стоит из этого делать вывод, что у Гиммлера вообще не было своего мнения. И он просто выполнял все, что от него требовал фюрер. Руководитель СС оказался страстным любителем истории. Но такой специфической истории. Это если бы он сейчас смотрел не наш канал, а РЕН-ТВ с рептилоидами и загадками древних цивилизаций. Ну то есть он реально верил во всякую антинаучную чушь. Например, в гипноз. Но это ладно, гипноз тогда считался чуть ли не мейнстримом. Но еще Гиммлер предпочитал лечиться травками вместо этой вашей вредной химии. У него был личный астролог, доктор Вульф. Ну и конечно же, шеф СС почитал индийские мифы и уверовал в переселение душ. Почему индийские? Ну ведь их же написали арийцы. А значит, древние германцы. Короче, Гиммлер был неоязычником. Как и многие немцы, он родился в католической семье. Но когда поехал на теме нацизма, то сознательно отказался от христианства. И старался распространить свои интересы на все СС. Например, там не отмечали Рождество и Пасху. Вместо них Гиммлер приказал праздновать языческие праздники типа Солнцестояния. Еще он пытался во все щели засунуть скандинавские руны. Двойные молнии, которые стали символом СС, тоже он придумал. А еще по его приказу на могилы ССовцев ставили не кресты, а руны смерти. Иронично, что сегодня такие руны используются как символ пацифизма. Вообще в культуре сложился некий стереотип о нацистах, как о какой-то полуэзотерической организации. Типа там вся верхушка была членами разных оккультных орденов типа Аненербе. Кстати об Аненербе. Этот ролик мы делаем совместно с Михаилом Лидиным. Он на своем канале рассказывает про разные секты, заблуждения и прочую псевдонауку. Так вот, эти темы мы решили разделить. Я расскажу, собственно, про историю СС, а Михаил про их оккультные практики, поиски Шамбалы и прочую ересь. Вот там вы с головой сможете окунуться в эзотерическую шизу Гиммлера. Ссылка на ролик вот тут где-то сейчас должна появиться. И, конечно, будет в описании. Переходите и смотрите. Привет зрителям Зайца. Давайте я коротко расскажу, чем было это ваше Аненербе и при чем тут Гиммлер. Самое главное, что нужно понимать, это то, что если бы не Генрих Гиммлер, то никакого Аненербе не появилось бы. Научный и эзотерический мир Третьего Рейха представлял собой странное место. Там действительно было много альтернативно одаренных ученых. Там реально выгоняли из университетов хороших преподавателей из-за национальности или политических убеждений. Тем не менее, для Гитлера вопросы науки всегда оставались на втором плане, а мистикой он вообще не интересовался. То же самое можно сказать про всю верхушку Рейха, кроме Гиммлера. Руководитель СС создал Аненербе в 35-м году, а уже через год фюрер обрушился на эту организацию с жесткой критикой. Сказал, что это мракобесие и ерунда, которая не соответствует духу национал-социализма. Гиммлер намек понял, уволил первого директора Аненербе, сумасшедшего ученого Германа Вирта, и поставил на его место серого чиновника. После этого главной и единственной официальной задачей Аненербе стало изучение арийской истории. Правда, изучением это можно назвать с большой натяжкой, потому что там обычно телега стояла впереди лошади. Я имею в виду, что к услугам Аненербе прибегали тогда, когда нужно было обосновать очередную политическую авантюру, как бы с научной точки зрения. Например, что Крым это исторически немецкая земля. Или что японцы тоже своего рода арийцы. То есть сначала появлялась политическая необходимость, и только потом под это пытались подтянуть теорию. Таким образом, Гиммлер хотел убить двух зайцев. Во-первых, показать Гитлеру полезность Аненербе для дела национал-социализма. Во-вторых, не отказываться от своих любимых паранаучных увлечений. Потому что на самом деле в Аненербе было много отделов, которые занимались тем, что Гитлер бы не одобрил. На полном серьезе они анализировали приметы, собирали рецепты народной медицины и рекомендовали молодым девушкам беременеть во время солнцестояния. Еще там пытались остановить якобы истинные арийские сказки и настоящий древнегерманский музыкальный инструмент лур. По сути, Аненербе было при СС чем-то вроде Центра всевозможных бредовых теорий, которые подавались как серьезные научные дисциплины. Гиммлер как бы получил свою личную академию наук. Ну а так как Гиммлер верил в чудеса, то и академия наук у него получилась сказочная. Некий полковник Шрёдер Шранц предложил идею радиоактивного чудо-оружия, которое может не только уничтожать врагов, но и помогать искать нефть. Гиммлер пришел в восторг и выделил этому Кулибину целую лабораторию для исследований. Также в Аненербе преподавали лозоходство. Это когда с помощью двух палок в руках человек может искать под землей воду, золото, нефть и много чего еще, кроме здравого смысла. Многие обученные таким образом альтернативные геологи так и провели всю войну в поисках разного рода легендарных кладов. То есть с помощью заведомой лженауки искали несуществующие сокровища. Но повторю основную мысль. В масштабах страны эта организация играла сугубо прикладную роль. Она сама не оказывала никакого влияния на политический курс Третьего Рейха, а Гитлер относился к ней как к глупой причуде своего шефа СС. Ну хочет он играть в мистический орден с Атлантидой и языческими обрядами? Пусть играет. По принципу, чем бы дитя не кешилось, лишь бы Зигу кидало. Кстати, а что насчет мистики? Ведь АННРБ часто представляет как некую таинственную оккультную организацию, где изучали магию и экстрасенсов. Тут придется вас огорчить. Все это по большей части конспирологические мифы, которые породили более поздние эзотерики, а поп-культура подхватила и распиарила. В АННРБ действительно был отдел оккультных наук, но просуществовал он всего несколько месяцев и ничем серьезным запомниться не успел. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Если вам интересно подробнее узнать про историю АННРБ, то вот тут должна появиться ссылка на мой ролик. И еще она должна быть в описании. Переходите и смотрите. А теперь передаю слово обратно Зайцу. В общем, на самом деле, никто ничем таким, кроме Гиммлера, особо не увлекался. Тот же Гитлер формально оставался католиком, а вел себя как обычный светский человек. Он посмеивался над Гиммлером, но не выступал против его увлечений. Фюрер считал, что такая неоязыческая обработка помогает воспитывать из эсэсовцев преданных людей. Но и Гиммлер старался как мог, и вполне искренне. Главным историческим идеалом для него был Тевтонский рыцарский орден, и он пытался его сознательно косплеить. В СС действовала своя система наград в виде колец и кинжалов. Особо отличившимся офицерам выдавали шпагу из дамасской стали. Кстати, ковали эти шпаги в концлагере Дахау. Еще Гиммлер пытался ввести в СС систему обрядов, как в рыцарских орденах. У эсэсовцев было какое-то нереальное количество церемоний. Вручение формы, вручение погон, вручение рун на погоны и так далее. Все это представляло собой отдельные сложные ритуалы. А вот Вевельсбург, главная резиденция СС. Вообще, это был просто замок местного дворянина, построенный в 17 веке. Таких в Германии было много. Но конкретно этот стоял в Тевтобурском лесу. В том самом, где когда-то легендарный германский вождь Армини разбил римское войско. Для идеологии рейха это было очень важное место. Там даже нашли какие-то камни, которые объявили святилищем древних германцев. В 1933 году Гиммлер захотел сделать там главный центр СС. Через 7 лет, уже когда началась Вторая мировая, он выбил из бюджета деньги на реконструкцию Вевельсбурга. Работы должны были длиться 20 лет и стоить 250 миллионов марок. Думаю, тут вы уже догадались, что рейх закончился раньше, чем реконструкция. И надо сказать, слава богу, потому что планы там были настолько грандиозные, насколько же и дебильные. Предполагалось выселить все местное население из округи, а вокруг замка выкопать искусственное озеро. У этого преобразования был глубокий мистический смысл. Треугольный замок должен был быть вписан в круг крепостных стен, чтобы копировать другую крепость. Манесгюр, где по легенде хранился святой Грааль. До конца войны успели отремонтировать только зал обергруппенфюреров с закосом под круглый стол короля Артура. Так Гиммлер видел идеальное место для собраний генералов СС со здоровенным вечным огнем в центре. Жуть. Правда, тут главное не переборщить с попытками сделать из СС мистическую эзотерическую организацию. Потому что очень много информации об СС мы знаем буквально из одного источника. Вальтера Шелленберга. Он хоть и был одним из важных шишек в этой организации, но о многих вещах кроме него никто не говорил. Что в Вивельсбурге была целая библиотека по оккультизму. Что Гиммлер хотел сделать здесь центр нового арийства. В реальности мы толком не знаем, как должен был функционировать Вивельсбург. Может все эти круглые столы, вечные огни и сфастоны были всего лишь эстетикой, а не чем-то большим. Здание ведь даже не достроили. Степень одержимости эсэсовцев разной паранормальщиной вообще не нужно преувеличивать. Да, они были фанатиками. Но фанатиками Гитлера, а не древней магии и языческих богов. Ну и странно говорить о язычестве, если знать религиозный состав эсэс. А такие данные есть. Абсолютное большинство эсэсовцев остались христианами. 54% в анкетах указывали, что они протестанты, а 24% католики. Единственное, кого Гиммлер на дух не переносил, это атеисты. Я требую от эсэсовцев, чтобы они были верующими людьми. Я требую этого вполне осмысленно и твердо. Людей, которые не признают высшего существа или предопределения, назовите это как угодно. В своем окружении я не потерплю. В инструкции для эсэсовцев указывалось, что атеисты это высокомерные, тупые и сумасбродные люди. Ну ладно, я все еще не ответил на вопрос, как личная охрана вдруг стала в Германии параллельным государством. Началось все в 1933 году, когда Гитлер стал канцлером. Казалось бы, на этом история эсэс должна бы и закончиться. Зачем Гитлеру партийные телохранители, если у него теперь государственная охрана? Но фюрер не только не распустил эсэс, но и увеличил его. Он буквально приказал создать свое подразделение эсэс в каждом немецком городе. Так возникли вафен эсэс или вооруженные силы эсэс. То есть телохранители превратились в огромную личную гвардию вождя. Эта гвардия должна была решать трудные задачи. У них прям так и было записано в уставе. Обычно под трудными задачами понимали те, где требовалось нарушение закона. Фюреру по-прежнему нужна была личная силовая структура, которая позволила бы ему творить все, что он захочет. Независимо ни от государственных, ни от партийных структур. Чуть позже я расскажу, как Гитлер этим пользовался. Но пока вот вам еще немного фактов про уникальное положение эсэс. Оставаясь личной армией Гитлера, она получала финансирование из госбюджета и крупного бизнеса. Частные компании буквально в добровольно-принудительном порядке подписали на пожертвование в пользу эсэс. Но еще эсэс само по себе было крупным бизнесом. Был такой концерн немецкие хозяйственные предприятия, который возглавлял Освальдполь, брюгаденфюрер эсэс. Этот концерн на какое-то время стал самой богатой корпорацией Рейха. Он был крупнейшим производителем мебели в Германии и выпускал 75% всей минеральной воды. Думаю, теперь вы лучше понимаете сравнение эсэс с бизнесами Пригожина. Если честно, то на фоне Гиммлера повар Путина выглядит каким-то сосунком. В общем, с 1935 года эсэсовцев освободили от службы в армии. И тем самым, как бы официально признали, что эсэс – это параллельная армия. Причем снабжалась и вооружалась она лучше, чем вермахт. К 1939 году, например, в Вафен-эсэс уже ездили исключительно на бронетехнике и мотоциклах. Тогда как остальной вермахт еще еле волочился на лошадях. Короче, эсэс стал не просто второй армией, но и элитной армией. Даже в случае ранения эсэсовцев должны были лечить в приоритетном порядке. Для этого всем бойцам делали подмышкой специальную татуировку. Кстати, после войны татуировки сыграют злую шутку. По ним всех этих бравых нацистов и переловят. А теперь давайте поговорим, какие задания эсэс выполнял для Гитлера. Их первым большим делом стала Ночь длинных ножей, когда им пришлось вырезать коллег из конкурирующей организации, штурмовиков Эрнста Рема. Вообще, СА и эсэс конфликтовали с самого начала. Формально эсэс входила в состав СА, но Рему не подчинялась. Но главная причина была не в этом. Рем просто был конкурентом Гитлера на пути к абсолютной власти. Фюрер к этому времени запретил коммунистическую партию. Все правые партии присоединил к своей. Оставалась только внутрипартийная оппозиция. Рем был из так называемых левых нацистов, которые в словах национал-социалистическое делали упор на втором. Они хотели строить из Германии социализм. Да, немецкий, да, без евреев, но социализм. Гитлер все это не одобрял и считал Рема с товарищами почти большевиками. А вот для Рема все было наоборот. Гитлера, который пытался наладить отношения с крупными бизнесменами, он называл изменником, которого следует отправить в длительный отпуск. Это сейчас была цитата. Последней каплей стало то, что Рем захотел объединить свои СА с германской армией. Это при том, что в армии тогда было 100 тысяч человек, а в СА 3 миллиона. Ну и то есть он фактически хотел подчинить вооруженные силы себе и получил бы отличный рычаг влияния на Гитлера. Фюрер, разумеется, был с этим не согласен. И 30 июля 1934 года СС был отдан приказ уничтожить руководство СА. Якобы Рем готовит переворот и нужно его срочно остановить. Всю ночь на улицах нацисты в черной форме дрались с нацистами в коричневой. Рема застрелил молодой эсэсовец Теодор Эйке. Потом он станет начальником специального подразделения СС по охране канцлагерей. Всего за ночь тогда убили более 200 человек. Под шумок замочили не только сторонников Рема, но и оставшихся независимых политиков, типа генерала Курта фон Шлейхера, который был канцлером до Гитлера. В общем, СС справилась с задачей и однозначно превратилась в главную ударную силу Третьего Рейха. Следующим большим делом для СС стала милитаризация Рейнской области. Можно сказать, что с этого события началась череда бесконечных уступок Гитлеру, которая в итоге приведет ко Второй мировой. Ну, потому что фюрер почувствует себя абсолютно непобедимым. Итак, чё там было? Если вкратце, то по условиям мирного договора после Великой войны, Германии запрещено было держать войска на западном берегу Рейна. Практически все политики в Германии считали это несправедливым. У президента Гиндербурга даже в предвыборной программе было записано, что армию нужно вернуть на исконно немецкие земли. Но руководители Германии до Гитлера при всём своём национализме и патриотизме были в первую очередь политиками, а не фанатиками. Они хотели решить этот вопрос с помощью дипломатии. А Гитлер в этом плане оказался полным отморозком, невидящим берегов. В 1936 году он просто взял и приказал войскам войти в Рейнскую область, без всяких переговоров и предупреждений. Но тут вермахт внезапно взял и отказался. Из генштаба фюреру ответили, что ввод войск приведёт к конфликту с Францией, а Германия к этому не готова. Гитлер был в бешенстве. Он воскликнул, что если армия не желает показать пример, то это сделают СС. И просто отправил 3000 личных бойцов из Берлина. Потом фюрер признался, что это была чистейшая авантюра. Если бы французы отреагировали и в ответ ввели хотя бы одну дивизию, то СС получили бы по щам и сбежали бы. Но французские власти не хотели новой войны. Так что ССовцы без единого выстрела доехали до самого западного города Германии. И вот так, без всякого сопротивления, Гитлер обнулил одну из статей Версальского мирного договора. Затем было присоединение Австрии. Но в тех событиях СС участия не принимали. Только охраняли Гитлера во время его поездки по Вене. Зато именно ведомству Гиммлера поручили написать официальную историю братского воссоединения двух стран. Думаю, сами можете догадаться, что они там понаписали, учитывая альтернативные исторические познания шефа СС. Но все-таки. Настоящий рассвет СС случился в первые годы Второй мировой. Их начали использовать буквально на всех фронтах. Просто потому, что они были вооружены и обучены лучше, чем в Вермах. Особенно это наглядно показало вторжение в Польшу. Механизированные бригады СС стали основой немецкой тактики Блицкрига. Ну а чем масштабнее боевые действия, тем больше нужно людей. Поэтому СС постоянно увеличивалась в размерах. К лету 40-го года там было 3 моторизованных дивизии и 100 тысяч солдат. К моменту нападения на Советский Союз 5 дивизий. С 42-го года у СС появляются свои танковые части. Согласитесь, нехилый такой рост от телохранителей до современной армии с тиграми на вооружение. Это тоже еще одна важная особенность. Вся новейшая техника, вроде тигров и пантер, сначала поступала в СС и только потом в обычную армию. Ну и конечно, у СС был собственный спецназ. Элита из элит. Например, знаменитый батальон Отто Скорцени. Разумеется, в такие суперэлитные войска кого попало не брали. Вот так Гиммлер описывал портрет типичного эсэсовца. Мы решили отсеять всех неподходящих для охранных отрядов людей чисто по внешним признакам. Сначала я предъявил требования к росту кандидатов. Люди, рост которых составляет определенное количество сантиметров, несомненно, должны иметь нужную кровь. Я рассуждаю так. Если в лице кандидата имеются ярко выраженные признаки чужой крови, например, слишком широкие скулы, я начинаю думать, не выглядит ли изучаемый слишком по-монгольски или по-славянски. В СС набирали юношей от 17 до 22 лет. Сначала требования по здоровью были прям жесткими. Рост не менее 180 сантиметров. Тело должно не иметь изъянов. До войны могли завернуть даже человека с пломбой в зубе. В СС можно было попасть только с нордическим типом внешности. Ну, типа, светлые волосы, голубые глаза. Но потом оказалось, что далеко не все немцы соответствуют этим критериям. Поэтому их немного ослабили. В смысле, разрешили вступать в СС всем, кто юридически сможет доказать, что не имеет примесей славянской или еврейской крови. Для этого кандидат должен был предъявить справку о барийском происхождении всех своих предков вплоть до середины 18 века. А еще член СС не имел права жениться без разрешения начальства. И чтобы это разрешение получить, нужно было точно такой же документ о барийских предках получить и от невесты. Но с началом войны на это правило стали смотреть сквозь пальцы. Когда у вас куча молодых людей за границей, то неизбежно будут вспыхивать романы с местными девушками. В такой ситуации невозможно для каждой предъявить стопку документов. Поэтому в СС нашли альтернативный способ определить арийское происхождение. Достаточно было выслать начальству фотографии девушки в полный рост в обнаженном виде, чтобы специалисты с черепомеркой могли на глаз оценить количество арийской крови. Меня в этой истории больше смущает то, что в СС были специальные люди, чья работа сводилась к просмотру фото голых девушек. Работали поди... не покладая рук. Самое смешное, что сам Гиммлер под собственные критерии настоящего арийца не подходил. Он заказал семейное древо, и оказалось, что у него есть примесь монгольской крови. Так что СС родословную шефа пришлось засекретить. Весит этот тщательный отбор, кое-как работал только в первые годы войны. Где-то с 1942 года, когда человеческий ресурс Германии сильно поредел, требования к кандидатам были снижены. Вот, например, цитата из повести Эммануила Казакевича «Звезда». Повесть художественная, но автор прошел войну, так что знал, о чем пишет. Дивизия совсем уже не та, какой она была в 1940-м или даже в 43-м году. Пришлось отказываться от принципа расовой чистоты. Как это ни прискорбно, но в дивизии служили и голландцы, и венгры, и даже поляки и хорваты. Кроме того, пришлось отказаться от принципа строгого физического отбора. Солдаты были уже не те, чуть не двухметровые великаны, которые отбирались по всей Германии. Теперь попадались такие замухрышки, что смотреть тошно. Группенфюрер с ужасом заметил несколько одноглазых, хромых и даже одного горбуна. А маленьких, щуплых солдат больше половины полка. Кстати, откуда в СС вообще появились не немцы? Здесь, как обычно, политика оказалась выше идеологии. Я уже говорил, что бойцы СС были освобождены от службы в армии. И командованию вермахта все это очень не нравилось. В итоге генералы пролоббировали закон, по которому СС мог набирать только 2% от всех призывников в год. То есть примерно 12 тысяч человек. Маловато будет, подумал Гиммлер и приказал что-то с этим сделать. Выход нашел начальник вербовочного отдела Готлаббергер. Он предложил брать на службу неграждан Рейха. Сначала принимали просто этнических немцев. Потом, в 40-м году, Гиммлер отдал приказ набирать датчан, норвежцев, голландцев и бельгийцев. То есть жителей всех оккупированных стран, кого можно было причислить корейцам. Но в этом был хоть какой-то смысл, не противоречащий немецкой расовой теории. Жара началась, когда СС начала вербовать добровольцев из Восточной Европы, которые совершенно точно никакими арийцами не были. Их просто записывали туда постфактум. По принципу, хочешь служить в СС, ну значит скорее всего ариец. Вот, например, что Гиммлер говорил про эстонцев. Финоугров, на секундочку. Эстонцы принадлежат к немногим расам, которые могут после сегрегации отдельных элементов слиться с нами без вреда для нашего народа. И это не единственный прикол. Еще у расологов СС латыши почему-то считались германцами, а литовцы славянами. Хотя эти два народа отличаются между собой не больше, чем украинцы от белорусов. Логика вышла из чата. Ну а начиная с 1943 года, когда после поражений под Сталинградом и в Северной Африке Германия перешла на режим тотальной войны, вообще на расовые принципы забили. И набирать начали почти всех, даже тех, кого сами никогда не записывали баварийцы. Именно тогда объявили создание первой украинской дивизии СС Галичина. А еще были русские, боснийские, албанские дивизии. И вообще, каких только не было. Разве что еврейских. Можно встретить упоминания даже о совсем экзотическом случае. В 1943 году Гиммлер предложил набирать в СС цыган. Ну, потому что цыгане ж вышли из Индии. А значит, тоже имеют какое-то отношение к корейцам. Гитлер от такой логики малость прифигел. И намекнул Гиммлеру, что это как бы уже совсем шиза. Гиммлеру спорить не стал. И проект свернули. Всего к концу войны в СС было 25 иностранных дивизий. Только такими методами удалось довести численность СС до 800 тысяч человек. Кстати, забавный момент в тему того, что российской пропаганде повсюду мерещатся нацистские символы. И делаются из этого глубокомысленные выводы. Так вот, у русской дивизии СС Рона официальная амблема была подозрительно похожа на современный герб Москвы. Как говорится, думайте. Как я уже говорил, к началу войны СС перестала быть просто силовой структурой. Она захватила половину Рейха. Вначале я хочу упомянуть такую организацию, как СД. По сути, она работала как идеологическая контрразведка. Такой своеобразный вариант нацистского центра Э. Про них я заговорил по единственной причине. У СД была своя социологическая служба. Которая собирала инфу о реальном положении дел в стране и настроениях общества. И на этой основе потом печатали секретный бюллетень для Гитлера. И там прям откровенно ругали всю верхушку партии. Даже могли проскользнуть такие крамольные мысли, что война оказывается невыгодна Рейху. Руководитель социологической службы СД не был либералом. Он сам воевал на Восточном фронте. Отвечал за уничтожение евреев в Симферополе и Николаеве. Но он понимал, что нацистская пропаганда пожирает сама себя. В любой диктатуре чиновники заинтересованы докладывать наверх только позитивные новости. В результате руководство вообще не понимает, что происходит на местах. А вот СД пытались донести до фюрера реальную ситуацию. Разумеется, такие правдорубы у большинства чиновников были как кость в горле. Их регулярно пытались прикрыть. Но социологический отдел СД продержался аж до 44-го года. Когда уже и Гитлер улетел в мир фантазии, где он всех побеждает и перестал нуждаться в реальной картине. Еще у СС была собственная программа по улучшению демографии в стране. Гитлер даже угорал над Гиммлером и говорил, что этот агроном хочет выращивать арийцев как бычков. Ну и неспроста. Гиммлер реально пытался заниматься социальным скотоводством. Например, продвигал идею закона, чтобы аннулировать все браки, где за первые 5 лет не родился ребенок. Женщины, которые не хотят рожать детей, должны приравниваться к дезертирам. Тех же, кто рожает детей не имея мужа, государство должно всемерно поддерживать. В рамках СС был создан специальный орган, который должен был пропагандировать незащищенный секс среди немецких женщин. Даже незамужних. Появился даже реестр всех так называемых истинно-арийских женщин Германии. С хорошей родословной и внешним видом. Реально будто собак оценивали. Так вот, если у этих девушек из списка рождался ребенок вне брака, то его должны были воспитывать в детских домах СС за счет государства. Логика была такая. Мужчин не хватает. Есть куча свободных женщин, которые могли бы родить, но не рожают. А даже если и беременеют, то предпочитают сделать аборт. Гиббельс уверял, что в Германии делается 600 тысяч абортов в год. Это ж сколько потенциальных арийцев пропадает. Так пусть женщины не боятся залететь на стороне. И рожают. А о детях позаботится добрый дядя Гиммлер. Ну, конечно, только если ваш ребеночек не родился инвалидом. Тогда его сразу в утиль. Это была прям идея-фикс у Гиммлера. Но на практике такая политика нихрена не работала. На 1 января 1940 года у 115 тысяч женатых ССовцев вместо предполагаемых 4 детей на семью было в среднем лишь по одному ребенку. Я тут добавлю, что она и не могла работать. Демографический переход, урбанизация населения, все дела. Но Гиммлер такие тонкости понимать отказывался. Так, что там еще? И еще у СС была собственная полиция. Ну, то есть как? В 1936 году Гиммлера сделали министром полиции. Планировалось, что это поможет встроить СС в систему государственного управления. Только по факту получилось так, что это не меня заперли с вами. Это вас заперли со мной. То есть это не ССовцы стали подчиняться полиции. Это полиция попала в полное распоряжение СС. Гиммлер и на работу полиции имел специфичные взгляды. Он прямо заявил, что задача полиции это создавать новый порядок, а не охранять законы. И лояльность партии фюреру важнее юридических норм. Гиммлер ввел в практику такую офигительную концепцию, как превентивное правосудие. По сути, он просто приказал взять полицейскую картотеку, арестовать оттуда всех по спискам и отправить в канцлагеря. При этом никого не интересовало, совершали ли эти люди преступления после тюрьмы или завязали. Было за жизнь три привода в участок. Добро пожаловать в лагеря. А потом в лагеря стали отправлять спекулянтов, бомжей, цыган, проституток, гомосексуалов, алкоголиков, психопатов со справкой, хулиганов и даже злостных нарушителей ПДД. В заключении могли оказаться и просто безработные. Вот встал ты на биржу труда, предложили тебе два варианта работы на кирпичном заводе и каменоломне. Отказался. Ну и поехал в концлагерь, где все равно будешь работать на кирпичном заводе или каменоломне. Только без оплаты. И все это без приговора суда. Тоже ноу-хау Гиммлера. По сути шеф СС мог приказать подчиненной себе полиции арестовать кого угодно и закрыть в лагерь, который тоже подчинен СС. Никакой возможности выбраться оттуда с помощью адвокатов не существовало. При всем при этом у СС был юрист, который реально пытался обосновать беспредел с юридической точки зрения. Типа мы тут исполняем волю народа. Вот чего хочет народ избавиться от преступности. Ну вот мы и избавляемся. Какие претензии? А все эти ваши суды, адвокаты, право на звонок, да кому все это нужно? Прошлый век. Хочется спросить, а вы точно юрист? Про лагеря я сейчас расскажу, а пока хочу остановиться на еще одном моменте. Кроме обычной полиции в подчинении СС оказалась и полиция политическая, то есть гестапо. И вот там моментально пришлось отказаться от принципа «набираем в наши ряды только идеологических крепких арийцев». Оказалось, что идеологически крепкие почему-то не очень хорошо ловят преступников. Поэтому в команде гестапо появилась группа баварских полицейских во главе с Генрихом Мюллером. Мюллер был сыщиком высшего класса, но при этом с высокой колокольни плевал на любую идеологию. Гитлер, Шмиклер, нацизм, пацифизм, вообще пофигу. Этот беспринципный карьерист был бы своим абсолютно при любой власти. Несмотря на то, что по должности Мюллер был членом СС, он мог не носить мундир и даже не вступил в партию. Мюллер регулярно позволял себе шутки в адрес начальства, но он был настолько крутым детективом, что ему все прощали. Мюллер и компания сделали из гестапо весьма эффективного монстра, даже несмотря на скромные размеры. Там служило всего 40 тысяч человек. Это на 80 миллионов населения Третьего Рейха. Если вам кажется, что это много, то вот вам для сравнения послевоенные цифры. В ГДР в политической полиции Штази работало 102 тысячи агентов на 17 миллионов жителей. То есть в Рейхе был один гестаповец на 2000 населения, а в ГДР один агент Штази на 166 человек. Ну ладно, давайте теперь про лагеря. Вот это реально стрёмная история. Изначально концлагеря возникли не в СС. Их придумал другой видный нацист Геринг, а управляли лагерями штурмовики. Геринг предполагал, что там будут держать только политических врагов режима, в основном коммунистов. И для этой цели хватит всего четырех лагерей. Но после ночи длинных ножей ситуация изменилась. Лагеря перешли под управление СС, и там их концепцию творчески переработали. Руководителем назначили Теодора Эйке, который превратил лагеря в государство в государстве. То есть по сути обустроил там всё по примеру СС. Любая связь концлагерей с внешним миром была перекрыта. Даже само наличие лагерей скрывалось от гражданских. Если там случился пожар, то обычным пожарным запрещалось приезжать на вызов. Гиммлер хотел, чтобы лагеря стали не просто тюрьмами, а местом исправления человеческой природы. С таким подходом число узников быстро росло. В 1937 году перед войной их было 10 тысяч. В 1942 уже 90 тысяч. В конце 43-го 400 тысяч. А в конце 44-го 700 тысяч. Строков заключения не было. По идее, человека нужно было держать в лагере до тех пор, пока он не справится. Правда, чётких критериев того, что считать исправлением, тоже не существовало. Так что на практике всё это превратилось в бесконечный поток страданий, унижений и смерти. Эйке разрешил охране не только избивать, но и казнить заключённых. Заключённых, я напомню, арестованных без суда. Эйке даже предписывал своим бойцам обращаться с узниками, цитата, с неумолимой жестокостью. В охранники попадали люди трёх типов. Либо больные садисты, которым нравилось убивать от имени государства, либо фанатики нацизма, которые считали себя инквизиторами нового порядка. Либо просто люди с жаждой власти. Если что, даже остальные эсэсовцы были в шоке от своих коллег из охраны лагерей. Их называли гнуснейшими из гнусных. Карл Кох, комендант Бухенвальда, был расстрелян. Та же судьба постигла коменданта Майданека и его главного помощника. Комендант лагеря в Хертагенбоша за жестокое обращение с заключёнными был отправлен в штрафные войска. А комендант Флоссенбурга уволен за пьянство. Смертность в концлагерях тоже была космическая. До начала войны это было 10% в месяц. А к её концу 40%. Это, если что, я говорю не про лагеря смерти, целью которых было массовое убийство евреев. И не про лагеря для военнопленных. Речь про места, в которых в основном содержались заключённые немцы. Кстати, только у немцев и других арийцев существовал шанс оказаться на свободе. Насчёт остальных Гиммлер дал чёткие указания. Ни один еврей, русский или поляк не должен выйти из лагеря живым. Но и для немцев выход был не таким простым. Самый надёжный способ это записаться в 36-ю вафенгренадёрскую дивизию СС Дирливангер. По сути, это ССовский штрафбат. Ой, а кто там ещё набирал себе солдаты-заключённых? Вот вам ещё одна параллель с одним лысым товарищем. Итак, для чего этот штрафбат был нужен? Оскар Дирливангер сам был нацистом, который загремел в концлагере ещё в 34-м году за секс с 13-летней девочкой из Гитлерюгенда. Если что, самому Дирливангеру тогда было 39. Мы как бы все знаем, что с такими делают в тюрячке. Но у этого чела оказались связи в руководстве СС. Он отсидел два года, а после его по-тихому выпустили и отправили искупать позор кровью в Испанию. А в 1940-м в СС возникла идея сформировать из заключённых особую часть под руководством Дирливангера и отправить на фронт. Сначала туда набирали только браконьеров, просто потому, что они по умолчанию умеют стрелять. Но на Восточном фронте оказались такие интенсивные бои, что браконьеры закончились. И тогда стали набирать всех подряд. Воров, насильников и убийц. Потом Дирливангер даже получил право пополнять дивизию из местных коллаборационистов. Так там оказались украинские и русские батальоны. Вообще, Гиммлеру очень нравилась идея так называемого натиска на восток. Не из политических, а чисто из идеологических соображений. Его идеалом был древний немецкий король Генрих Птицелов. Да не просто идеалом. Гиммлер неиронично верил, что он и есть переродившийся Генрих. Этот король, кроме всего прочего, запомнился завоевательными походами на восток. А значит и сегодня это отличная задача для его аватара в лице Гиммлера. Именно СС должны были заниматься колонизацией восточных земель. С этим тоже была отдельная история. С позиции нацистской идеологии славяне это типа низшая раса, неспособная государственности. А то, что у них государство все-таки есть, объяснялось тем, что у власти там арийцы. У Гитлера не было претензий к Болгарии, потому что там правила немецкая династия. В России же, с точки зрения Гитлера, все тоже было ок, пока у власти были немцы Романовы. Но в 1917 году Романовых свергли, и власть захватили большевики. А большевики это кто? Евреи. Вообще враги всего живого. То есть СССР, с точки зрения Гитлера, был типа ничьей землей, власть в которой, по факту, принадлежит каким-то недочеловекам. А славянское население слишком тупое, чтобы управлять собой самостоятельно. Так что давайте мы эту территорию возьмем себе и колонизируем. А судьбу славян нацистские лидеры сравнивали с судьбой индейцев в Америке. Я просто процитирую речь Гиммлера на встрече с офицерами СС в 1941 году. Это преступление против нашего собственного рода, заботиться о русских. Если офицер СС говорит мне, я не могу сделать то-то и то-то, это убьет местное гражданское население, женщин и детей, это негуманно, то я ему отвечаю, беспокойся лучше о том, что если приказ не будет выполнен, умрут немецкие солдаты, а они наша плоть и кровь. О них нужно беспокоиться в первую очередь. Но вообще надо сказать, что с задачей по колонизации СС не справилась. Эти ребята в черном отличились разве что в резне. Началось все сразу со вторжения в Польшу. Повод для резни нашли следующий. Когда война только-только началась, в Польше прошли немецкие погромы. Было убито по разным данным до 4 тысяч мирных жителей. И теперь нацистская пропаганда требовала мести. Поэтому за войсками на польские земли пришли оперативные группы СС. По заранее заготовленным спискам по всей стране ловили врачей, учителей, чиновников, помещиков, священников, предпринимателей и свозили их в специальные лагеря. В результате уже через месяц Гитлер получил отчет, что польская элита сокращена на 97%. Еще в задачи Einsatzgruppe входило уничтожение евреев. Ну куда же без этого. Любимой тактикой эсэсовцев было загнать евреев в синагогу и поджечь. Рекорд, поставленный одной из Einsatzgruppe, было 800 убитых за день. Разумеется, когда началось вторжение в Советский Союз, то эти же методы стали применяться в еще большем масштабе. А Einsatzgruppe S.S. использовались для уничтожения пленных комиссаров и командиров Красной Армии. Евреев, цыган, партизан и коммунистов. Рассказывать про всю жесть, которую творили нацисты на оккупированных территориях, думаю, не стоит. Но вот лишь некоторые цифры. Einsatzgruppe, работавшая в Крыму, уничтожила за один год 90 тысяч мужчин, женщин и детей. Группа в Беларуси и Смоленске за пару месяцев 1942 года убила 134 тысячи человек. Официально это подавалось как борьба с партизанами и диверсантами. Причем сову на глобус натягивали так, что она аж рвалась. Например, когда в Киеве взорвали штаб одной из армии вермахта, виновными назначили местных евреев и устроили бабий яр. Хотя на деле взрыв устроили саперы Красной Армии, а евреи тут были вообще ни при чем. Короче, подводя итог. Главное, что меня поражает в СС, это даже не то, что это были военные преступники, которые ответственны за холокост, лагеря смерти, массовые убийства советских и польских военнопленных, многочисленные военные преступления и так далее. И даже не весь этот рыцарско-арийский антураж. В конце концов, это были личные тараканы в голове их командира. Бывает. Куда интереснее сама вот эта история. Гитлер создает личную охрану. Потом этот отряд превращается фактически в частную армию фюрера. А потом эта армия разрастается настолько, что пожирает половину рейха. Ну серьезно. К концу войны под контролем Гиммлера были помимо 700 тысяч эсэсовцев, вся полиция Германии, все спецслужбы, концлагеря, не слабая часть управления оккупированными территориями, куча производств. Гиммлер даже добивался передачи под контроль эсэс учебных заведений, чтобы преподавать детям правильную версию истории. А еще именно под крылом эсэс Вернен фон Браун делал свои ракеты Фау-2. Хотя, по логике, этот проект должны были курировать Вермахт и Люфтваффе. Но Гиммлер все греб под себя. И все это продолжало находиться в отдельной эсэсовской вертикали власти, которая давала присягу лично Гитлеру и больше ни от кого не зависела. Ни от армии, ни от министров, ни от кого-то бы не было еще. Это выглядит как какое-то безумие, если честно. Личную гвардию главы государства раскормили до размеров Годзиллы. Ну представьте себе, что в современной России полицию и ФСБ починили, ну, тому же Пригожину или Кадырову. Зачем все это было нужно? Причина одна. Личная безопасность фюрера. Опираясь на эсэс, он мог творить почти что угодно и не бояться дворцового переворота. Если что, в Вермахте с самого начала были сильные антигитлеровские настроения. У меня есть ролик про попытки отодвинуть Гитлер от власти. Можете посмотреть. Так вот, часто заговорщиками становились не просто люди, а офицеры. Поэтому эсэс служила таким своеобразным щитом для фюрера. В идеале Гиммлер видел эсэс не просто как государство в государстве, а как полноценную отдельную страну. В послевоенном устройстве мира предполагалось урезать Францию до границ 16 века. А в западной части, где, по мнению нацистов, жили потомки франков и бургундов, создать Орденское государство Бургундия. А еще эсэсовцам в управление планировали передать Крым и Ингерманландию. Это нынешняя Ленинградская, Псковская и Новгородская области России. Но все эти проекты по понятным причинам пошли под звезде. Вместо того, чтобы строем ходить по площадям своей страны, эсэсовцы к 44 году служили затычкой в дырах на фронте. А самого Гиммлера сделали командующим группой армии Висла. Напомню, что он был агрономом и никогда не служил в армии даже в качестве простого солдата. Какой из него командующий армии? Разумеется, он все провалил. Интересно, кстати, что из-за лучшего финансирования в эсэс, иллюзия нормальности сохранялась до самого конца войны. Есть воспоминания, что уже в апреле 45 года для студентов эсэсовских учебных заведений главной проблемой был не штурм Берлина, а подготовка к сессии. В конце концов, несмотря на всю свою лояльность, Гиммлер все же предал Гитлера, и у него за спиной попытался начать переговоры с Америкой и Англией. В качестве жеста доброй воли эсэсовцы освободили из лагерей 20 тысяч заключенных, которые были переправлены в Швецию. Но ничего эти переговоры не дали, потому что смысла договариваться уже не было. После капитуляции Германии по всей Европе началась охота на эсэсовцев. Их помогали определять те самые татуировки, которые должны были обеспечивать льготный доступ в больницу. Самого Гиммлера арестовали британские солдаты, и в тюрьме он покончил с собой. Только вот когда дым рассеялся, оказалось, что многие известные эсэсовцы сбежали. Знаменитый врач Изувер Иосиф Менгеле бежал в Латинскую Америку. Эйхман, отвечавший за Холокост, оказался там же. Сбежал глава Лионского гестапо и куча других людей. Куда пропал Мюллер вообще не до конца понятно. Его в последний раз видели в бункере Гитлера, после самоубийства фюрера. Но тело руководителя гестапо так и не нашли. Может, и он скрылся. Из-за того, что союзники упустили так много беглецов, после военной Европы появился миф о секретной организации Одесса. Если почитать журналистские статьи на эту тему, то может показаться, что речь идет не о реальности, а о суперзлодейской структуре типа Гидры из Марвел. Типа такая полусекта фанатичных эсэсовцев, которые существуют на деньги от нацистского золота из швейцарских банков. Эта организация якобы после войны создала некие крысиные тропы, по которым военные преступники могли бежать из Европы. Нацистов под чужими именами через Швейцарию доставляли в Италию. Откуда в Ватикан? А через Ватикан в Аргентину. А сейчас эти чуваки распространяют идеи нацизма по всему миру и готовят реванш. Якобы все войны арабов против Израиля – это проделки секретных нацистов из Одессы. Я не удивлюсь, если Гидру реально списывали с Одессы. Но тут, конечно, прямо заметно, что эту конспирологию придумывали на Западе. Потому что... Шо-таки Одесса против Израиля? Вы таки в своем уме? Занятно, кстати, что в этот миф верили не какие-то конспирологи, а вполне себе официальные лица. Вроде известного охотника на нацистов Симона Визенталя. Про этих чуваков у меня отдельный ролик даже был. Вообще весь 20-й век этот миф тайной нацистской организации использовался более чем активно. Например, в ГДР и ФРГ главной задачей спецслужб официально была борьба против некого нацистского подполья. А по данным немецкого историка Хайнца Шнеппера, США осознанно топили экономику Аргентины, потому что боялись, что там может возникнуть Четвертый Рейх. Хотя теория, конечно, странная. Ну типа, кто в здравом уме будет уничтожать целую страну, борясь с несуществующими нацистами? Ну а если серьезно, правда в том, что Одессы именно в виде секретной секты эсэсовцев очевидно никогда не существовало. По крайней мере, никаких доказательств не найдено. В реальности все было проще. Крысиные тропы существовали. Часть нацистов действительно спаслась с помощью Ватикана. В Аргентину за три послевоенных года бежали 25 тысяч немцев. Только никакая секта тут ни при чем. Просто в мире действительно много людей сочувствовали нацизму. И многие были готовы спасать эсэсовцев. Кто-то по идейным основаниям, кто-то за деньги. Это было множество частных историй. Люди спасались с помощью связей и знакомых. Кто-то где-то услышал, кто-то где-то помог. Но это уже совсем другая история. Главное то, что эсэс перестала существовать. И, надеюсь, больше никогда не возродится. Спасибо за просмотр. Напоминаю, что вторую часть ролика про Анненербе можете посмотреть на канале Михаила Лидина. Ссылка в описании. Переходите и передавайте привет. Еще буду рад вашим лайкам и подписке на канал. Это все помогает продвигать ролик на ютубе. Еще подписывайтесь на наш телеграм и второй канал со стримами. Кстати, если вы прямо сейчас смотрите премьеру на ютубе, то сразу после нее заходите на второй канал. Очень вас приглашаю. Там мы проведем стрим. Пообщаемся с вами, отвечу на ваши вопросы. Ну и все в таком роде. Ну и подписывайтесь на патреон, бусте. Подключайте спонсорство на ютубе. Или просто помогайте нам криптой. Если, конечно, хотите и можете. Как обычно. Говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Сергей Полянский, Душный Дэн, Водолей, Крейзи Кэт, Алексия Суиз, Роксолана, Анна Макунина, What Remains of Me, Степан Бандера, Политический цирк, Богдан Сиренко, Денис Романов, Игорь Наводный, Ясперму Ем, Нона Шинкаренко, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. И вот эти вот замечательные люди. Итак, и еще раз огромнейшее спасибо за просмотр. Меня зовут Руслан, вы на канале Заяц. Надеюсь, вам все понравилось. До встречи в скорых видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!